Возрождение родников России Я начал искать, гуглить, там, электротяпка, есть, электровеник, есть, электрогрядка, нету этого слова Красным высвечивается, ну, думаю, отлично Так, слово я придумал Ну, теперь же нужно было создать и сам предмет, который бы работал, именно электрогрядку Я начал изучать растения Вот, взял обыкновенный тестер Подошел к дереву, подключил плюс к листьям растения дерева А минус я подключил к корням Посмотрел на тестер, показало минус там 200 милливольт То есть, значит, я неправильно подсоединил проводки Поменял местами, значит, минус к листьям Плюс к корню Значение показало 200 милливольт Ну, думаю, ага, значит Атмосферное электричество Идет, значит, минус Это листья растений Плюс Это корень растения Вот, это я уяснил Теперь, значит Думал, как же создать этот прибор Который будет выдавать именно атмосферное электричество Нужен генератор атмосферного электричества Вот Смотрел там многие работы Там, как с электротоком работали С растениями Сам провел опыт И подключал батарейку Растения сгорали Погибали Вот Подключал Солнечную батарею Тоже неэффективно Потому что Ночью она не работает А днем Малое сокодвижение у растений Тоже эффекта почти никакого Вот И я Еще порылся Во многих Материалах Нашел, что Эйнштейн Занимался Движением газов В закрытой емкости Для получения электричества Ну и создал вот такую первую электрогрядку То есть трубочка Заполненная газом Два контакта выхода Вот Минус есть и плюс есть И вот эта электрогрядка Выдавала где-то около 500 милливольт Вот А силы тока Ампеража Почти никакого не было Ну думаю То, что надо Подсоединил к растению Растение начало активно расти То есть сокодвижение увеличилось Там больше, чем в два раза Вот Начал хорошо плодоносить И Высоко Высоко расти Даже Все начало Выедать из земли Почти песок получался После Снятия урожая Помидоры Огурчики Перчики Ну любые растения Начали хорошо расти И вот начал ее выпускать И технология Электрогрядки номер один У меня сначала появилась Вот И люди начали им пользоваться И в течение 10 лет я наблюдал Отзывы очень хорошие Урожаи очень хорошие Вот Ну я решил дальше немножко Улучшить это изобретение Упростить его Потому что В мире Что сложно То ложно Надо как Упрощаешь вещь Значит все Она правдива И хорошо работает Но я взял Немножко ее упростил Создал электрогрядку Номер два Здесь вот Две проволочки Скрученные Вот И они что очень хорошо Именно выдают Это работает постоянно Вот эта электрогрядка А вот эта электрогрядка Номер два Она работает То есть днем Она почти не работает Когда воздух Не влажный воздух Сухой воздух Она почти не работает Это не нужно Потому что растения Активную фазу Не ведут днем А ночью Когда влажный воздух Становится Она начинает Активно работать Выделять около 500-600 милливольт Вот И Растения Начали очень активно Расти И Перестали болеть Стали меньше Подвергаться Заморозкам И так далее И так далее Вот Ну и прошло Какое-то время Я изобрел Сейчас модель Номер пять Электрогрядка Здесь я применил Серебряную материю Ну это как бы Материя Фарадея Вот Тоже два проводка Она уже вставляется В землю На две трети Вот Работает очень хорошо На протяжении всех суток И растения вырастают Просто удивительные Сейчас я вам покажу Чудеса Вот этой Электрогрядки Номер пять Номер два Там номер один Электрогрядки Сейчас пойдем посмотрим И удивимся Ну вначале посмотрим Показания Электрогрядок Вот Электрогрядка Номер один Смотрите Подключен к плюсу Именно есть плюс И есть минус Антенна Так называемая Смотрим показания Показания электрогрядки Вот 490 Ну около 500 милливольт Видим Да Показания Вот теперь Подключаем электрогрядку Номер пять Также у нее есть Вот он Плюсик И есть Минус Подключили ее Смотрим Показания 633 Ну Больше 600 милливольт То есть Три раза Больше Чем у растений Вот Сокодвижение Значит увеличится В три раза И посмотрим Показания Электрогрядки Номер Два Подключаем Минусик Подключаем Плюсик Смотрим Показания 330 Да 300 милливольт Но Если на нее попадает влага Берем Смачиваем Водой Показания Видите Увеличиваются До 600 Милливольт Если просто Мы ее смачили То есть Если влажный воздух Показания Увеличиваются Наисокодвижение Возрастает Тоже В три раза Модели Вот этих Электрогрядок Вы можете Получить На моем сайте Возрождение Родников России 1958 Ура Точка Ру Ну а теперь Пойдемте Посмотрим Чудеса Которые Творят Электрогрядки Вон там Подсолнух Такой Высокий Что Высота Подсолнуха Вон Не достаю Это где-то Три метра Высота Подсолнуха Листочек Один Плохой Вон видите Толщина Его Какая Ствола Вот она Электрогрядка Я ее Подсоединил Непосредственно Прямо В этот Ствол И вот Высота Его Не охватишь И там Самое главное Смотрите Сколько Много Пошло Будет Подсолнух С одного С одного Куста Можно Получить Как с Десяти Кустов Вон Сколько Соцветия Вот Они Соцветия Красота Вот Цветочек Смотрите Как он Вымахал Какой Высоты Тоже Электрогрядку Подсоединил Красота А вон там Стоят Обыкновенные Подсолнухи Вот Обыкновенный Подсолнух И земля Хорошая Но По сравнению Он с тем Подсолнухом Да Чудо Просто Вот Здесь Поставил Электрогрядку Поставил Куда Посадил Кочерыжку От капусты И вот Из кочерыжки Смотрите Что Выросло Кто-то Подъедает Правда Его Но Должны Появиться Цветочки И семена И вот Листья Друг Друг Видите Они Соприкасаются И вот Еще Растение Звук Он называется Вот Оно Будет Свести Но Оно Обычно Низкое Всегда Растет А здесь Смотрите Какая Высокая Просто Огромная Вот Там Электрогрядка Стоят Кабачки И Клематис Смотрите Какой Клематис Мощный Ну а Кабачки Сколько Кабачков Тут Не Сосчитать Кому Бых Отдать Эти Кабачки Уже Надоели Вот Сколько Их Здесь Надо Соседям Сказать Что Пришли Собрали Здесь Тоже Электрогрядка Вот Эта Модель Номер 2 Только Она Просто Выпрямленная Не Спиралью Отскочил Кончик Все Вот Там у меня Яблонька В этом Году 20 дней Стояли Заморозки Заморозки Были Аж До Минус 10 Доходило Снег Был 9 Мая Вы Смотрите Вон Яблоки Все Равно Появились На яблоне Прекрасные Яблочки Потому Что К этой Яблоне Подключена Электрогрядка Вот Видите Плюс Земля Корни Минус Гвоздик Вбил Дерево И Получились Яблочки Хорошие Крупненькие Яблочки На яблочный Спас Можно будет Попробовать Хорошо Много Яблок А у Соседей Яблок Нет Потому Что Мороз Побил А здесь Сокодвижение Увеличилось И Плоды Получились Здесь у меня Кузница Тоже есть Кое-что Интересненькое Паковки В общем Всю информацию Вы можете Получить У меня На сайте 1958 Ура Точка Ру Заходите Гостям Всегда Мы рады Там Много Есть Очень Интересных Технологий Которые Помогут Вам На вашем Садовом Участке Выращивать Огромные Урожаи На радость Вашим Соседям Вот И Конечно Все Экологически Чистые У вас будут Продукты Без Всяких Удобрений Пока-пока Заходите В гости Соседям Соседям